Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, говоря о конфликте с Захарова-Навальной, в эфире своей же радиостанции ляпнул Ой, господа, держитесь за что-нибудь Захарова борется с врагом Рейха Вот это поворот Стесняюсь спросить, а кого господин Сунгоркин имел в виду, когда говорил о Рейхе С кем и с чем Навальный борется, мы все хорошо знаем Хотя им там в федеральных изданиях виднее Но мы-то хотя бы режим мягче называем, просто режимом А пропагандисты вот все своими именами Господа, не я это придумал С юбилеем победы нас! Начинаем! А в Якутии заболели коронавирусом сразу 3000 вахтовиков Чииндинского газового месторождения Всего на предприятии работает порядка 10 тысяч человек Слушайте, вот мне интересно, а как так получилось? Ведь вирус эти люди подцепили не вчера и не все сразу Это был достаточно долгий процесс Сперва заболел кто-то один, затем этот кто-то заразил другого, третьего и так далее То есть зараза расползалась постепенно И никто ни сном, ни духом Почему не предпринимались меры предосторожности? Почему не проводилось ежедневного медосвидетельствования? 10 тысяч человек то месторождение обслуживают И ни у кого не почесалось Наши власти по городам облаву устраивают Штрафы навешивают на каждого встречного поперечного Не то, чтобы больше трех не собираться Даже если человек один на улице оказался На него целыми отрядами полиции нападают Или вот, как и в этом случае, в Гальяново по газонам за человеком гонялись По ящику нам чешут с утра до вечера Это, мол, не карательные меры Это для вашей же безопасности А вдруг товарищ заразен, кашленет в сторону Просто в сторону и ух, полетит эта гадость В чье-нибудь окно Поэтому просим отнестись к происходящему с пониманием Ага, а тут такая толпа людей Изо дня в день друг с другом контактирует И их даже не проверял никто Слушайте, ну это не шутка Три тысячи человек заразить умудрились И ради чего? Ради того, чтобы кто-то себе карманы посильнее набил Весь рунет, повторюсь, забит историями О том, как народ вяжут за простые прогулки по улицам в одиночестве Как из машин вытряхивают На дачу они ехали, например Хотя вот мне вообще непонятно Какая разница? Сидим мы с моей женой дома Или едем в машине В точно таком же замкнутом пространстве Да и на приусадебном участке Мы с ней так же вдвоем находимся И риска подцепить вирусы в лесу Намного меньше, чем в городе В многоквартирном муравейнике нет Граждан в этом случае трясут, штрафуют Вода перекрыта в туалетах О чем вы говорите? Душ перекрыт Душа нету Федеральная машина отключена О чем вы говорите? Мы руки помыть не можем Здесь антисанитарии Мы руки помыть не можем элементарно Мы-то все сдохнем нафиг А вдали от посторонних глаз чихать Ну конечно, вот это чейнгинское месторождение Ведь папику какому-то принадлежит И папикка тебя потеряет кучу денег Если скважину законсервируют на период изоляции Поэтому нет Давайте сделаем так, чтобы на большого дядьку Общие правила не распространялись Кстати, у меня вот тут вопрос попутно возник А большой дядька теперь ответит За то, что халатно обошелся со своими сотрудниками Элементарно пожалел денег на организацию Нормального медицинского поста Нормальной профилактики Могу поспорить Там пара-тройка фельдшеров Присутствовало всего Да и те для галочки А в результате люди заболели Но самое смешное Даже когда стало известно Что вирус у них массово народ косить начал Руководство предприятия пальцем Мне пошевелило Чтобы срочно хоть какой-нибудь Полевой госпиталь развернуть Больных повезли кого куда Кого в Якутск Кого вообще в Омск Одна сплошная показуха С этим коронавирусом Никто нифига ни с чем не борется Врут по телевизору Да мы Да вот у нас отчеты Вот именно Одни отчеты и вранью А еще под эту лавочку Всех подряд доят Это реальная журналистика Про козлоухость нашего государства Сегодня Поехали! Еще немного о газовых папиках А вы в курсе, кстати Что власти официально признали Проект Северный поток-2 Провалился Вследствие чего Команду Миллера Отстранили от управления Газпромом Отстранили, понимаете? И все Наказали, блин Для тех, кто не врубается В этот проект Мы все вместе Врюхали 20 миллиардов долларов 20 миллиардов, Карл! А теперь вдруг выяснилось Что он был провальным Не тогда, когда только начинали Когда ухнули первый миллиард А когда спустили в унитаз Целую кучу денег Только тогда вдруг В правительстве прозрели Уууу, а проектик-то ни о чем Сворачиваем Ёлки зеленые Я вот тут не поленился Посчитал Если 20 миллиардов долларов Разделить на 146 миллионов россиян То за счет этих средств Можно было выдать на руки Каждому по 136 баксов или по 10 тысяч рублей Вот сейчас, в это непростое время, каждому из нас могли бы дать по 10 тысяч Не совсем то, о чем говорил Навальный, например, но почти Однако, если выдать деньги на руки людям, как мы помним, по Собянину Бюджеты треснут или пособчат, ну народ же их просто проест, действительно Лучше эти средства тупо профукать, что, собственно, и произошло Зарплата Игоря Сечина в государственной компании Роснефти 4,5 миллиона рублей в день Зарплата Алексея Миллера в государственной компании Газпром 2,2 миллиона в день Зарплата Владимира Якунина в государственной компании РЖД 1,3 миллиона рублей в день Вдумайтесь в эти цифры Еще одна история из разряда «Кому война, кому мать родна» Мы сегодня все вокруг коронавируса ходим Так вот, в Саратовскую область вас приглашаю 30 апреля там уволили высоко поставленную чиновницу Руководителя аппарата губернатора Олесю Горячеву Которая оказалась втянута в скандал С закупками китайских средств защиты Маски обычные, медицинские Так вот, эта чиновница пыталась провернуть аферу с закупками тех масок По, внимание, 425 рублей за штуку Общая сумма контракта 43 миллиона Сами считайте Ну сколько стоят эти маски-то по оптовой цене? Я думаю, рублей 20 То есть, грубо говоря, 90% от стоимости контракта человек просто хотел украсть Условно, купили бы масок на 3 миллиона рублей, а 40 на карман Представляете себе цифры, которыми оперируют сегодня жулики и воры Я бы еще хоть как-то понял Ну, наварила дама три лимона А масок закупила на 40 Нет Эти жадные мерзавцы прут уже в наглую Они хотят все И вот таких горячих по стране Каждая вторая Просто денег нет Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем это кстати Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья А теперь в Москву перемещаемся Где тотальный цифровой ГУЛАГ только усугубил ситуацию С числом заболевших, напомню 15 апреля по распоряжению мэра столицы Собянина В городе был введен пропускной режим Пропуска начали проверять на каждом углу В том числе в общественном транспорте, в метро В итоге собрали там пробки из людей на входе Результат не заставил себя долго ждать Прошло две недели, появились конкретные цифры Тогда, по данным Горздрава, было 3000 зараженных Сегодня 5,5 То есть как раз инкубационный период прошел И мы получили резкий всплеск количества инфицированных Вот я уже много раз говорил, но снова повторюсь Складывается ощущение, что в России на высоких должностях Сидят либо идиоты, либо враги Я больше склоняюсь к тому, что второе Посмотрите, практически каждое решение властей Направленное на якобы безопасность Приводит к противоположным результатам Чем активнее они борются с эпидемией Тем больше появляется зараженных Может этим чинушам вообще никуда не лезть Со своими дурацкими инициативами И глядишь, и пандемия бы давно закончилась Но самое-то страшное даже не то, что люди сейчас массово заболевают Последствия вот этой идиотской борьбы с пандемией С каждым днем приобретают все более печальные очертания Чем больше заболевших, тем дольше продлятся карантикулы Тем дольше не будут работать предприятия А сейчас вот, например, посадочный сезон в сельском хозяйстве Некоторых фермеров, частников в основном и не выпускают в поля А значит осенью мы получим меньше продуктов Возникнет угроза голода Простой малого и среднего бизнеса приведет к неуплате налогов А значит к дефицитам бюджетов Больше людей потеряют работу Меньше денег у простых граждан Значит они будут меньше тратить А что-то вообще отказываться Значит меньше средств Вольется в российскую экономику Господа, нас через год такой караул ожидает Что 90-е раем покажутся Поспрашивайте у своих родителей У бабушек и у дедушек Как они на одной лапше тогда сидели Мясо по праздникам покупали Одежду нам перешивали из своих старых вещей Так вот это нас может ожидать, друзья Да управлялись эффективные менеджеры Подняли страну с колен Ты там сетовал, что у тебя зарплата 15 тысяч И ты не знаешь, как на нее жить Так вот, может так статься, что через год 15 тысяч Будет очень хорошей зарплатой И ты за нее драться с коллегой станешь Я понимаю, что я сейчас наихудший сценарий рисую Но пока все, что делают наши повелители Правители, простите, ведет именно к нему Поэтому заканчивайте уже жить днем сегодняшним Отбросьте иллюзии Подумайте о том, что будет завтра Все Это была реальная журналистика Дальше сами все знаете На моей страничке в ютубе ссылка сверху Больше серии этого сериала Заходите, просвещайтесь, подписывайтесь В соцсетях также жду Друзья, добавляйте темы Предлагайте, поднимем и обсудим А я за сим спешу откланяться Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok